Здравствуйте! Я приветствую всех, кто присоединился к нашей сегодняшней сессии. Спасибо, что нашли время, пришли, и я надеюсь, что сегодняшний наш вебинар окажется вам полезным. Меня зовут Наталья Калицева, я представляю издательство УАЛИ в России, странах СНГ. И сегодня мы с вами поговорим о Кокленовской библиотеке, о том, как работать с этим ресурсом, который есть в ваших организациях. Ростов, которым у вас есть. Прежде чем начнем, буквально несколько организационных моментов. Ровно через сутки после этого нашего мероприятия вы получите на ваш e-mail, с которым зарегистрировались, письмо, где будет ссылка на сертификат. Именной сертификат, там нужно будет нажать кнопочку и дождать, пока он сформируется. Будет ссылка на запись этого вебинара и на слайды презентации. Кроме того, в слайде презентации вы можете скачать прямо сейчас вкладочка Handout. Если меня видно, слышно, то найдите, пожалуйста, вкладочку Questions, поставьте там плюсик. И, кстати, в этой вкладке вы можете оставлять свои вопросы, на которые я постараюсь ответить где-то в моменте, прямо буду обращать внимание, где-то, может быть, в конце. Все, плюсики вижу, значит, видно, слышно, все хорошо. Ну, в таком случае начинаем. О чем сегодня пойдет речь? Ну, в первую очередь, ответим на вопрос, что такое Кокрейновская библиотека. Вот, потом расскажу, как издательство Wiley, которое я представляю, связанное с Кокрейн, Кокрейновской организацией и с Кокрейновской библиотекой. И переходим уже непосредственно к Кокрейновской библиотеке, из чего состоит эта база данных, где и как искать информацию на платформе, несколько слов о том, как воспользоваться поиском помеш, что такое PICO и в заключении справочная информация, какие-то полезные ссылки, которые могут вам пригодиться при работе с Кокрейновской библиотекой. Вот, уточнение про то, что зашли с одного аккаунта несколько человек. Ну, здесь смотрите как, вот с которого аккаунта вы зашли, для того человека сертификат и будет прислан автоматически. Вот, остальные я попрошу, вы тогда пришлите мне свои данные, и я попробую как-то вручном режиме добавить. То есть автоматически сертификат будет только один выключен. Итак, что же такое Кокрейновская библиотека? Это база данных, как даже точнее коллекция баз данных доказательной медицины, в которую входит непосредственно вот база данных Кокрейновских систематических обзоров. Это научные статьи, которые публикуются в базе данных, ну, так, условно скажем, чем-то похожее на журнал, в который, кстати, все эти статьи будут в обязательном порядке отрецензированы, и база данных это индексируется. Как видите, в прошлом году у нее еще подрос импакт-фактором на сегодняшний день. Вот, по данным за 2021 год импакт-фактор в Кокрейновской библиотеке составляет 12,008. То есть это такой очень высокий импакт-фактор, слово сказать. Вот, и вот эти вот систематические обзоры, помимо того, что они создаются, как Кокрейновскими экспертами, на основе анализа огромного числа клинических испытаний, видите, здесь вот 10 технических записей, на основе анализа более чем полутора миллионов записей. Так вот, они еще, особенность в чем, они обновляются. По мере того, как появляются новые какие-то данные, новые исследования, соответствующая информация вносит уже опубликованный систематический обзор. Более того, если необходимо, могут быть даже изменения, выводы. Иными словами, Кокрейновская база данных систематических обзоров, она является таким вот источником самой свежей, самой проверенной, самой надежной информации. И из вот этих вот систематических обзоров, не из всех, только из третьей примерно, были взяты такие вот выжимки, очень короткая практическая информация, рекомендация, лечить или не лечить тем одиным препаратом то или иное заболевание. И собраны они в базу данных Кокрейновских клинических ответов. Кроме того, сюда входят еще такие дополнительные материалы, как редакционные статьи и специальные сборники. Ну, собственно говоря, это то, что такое Кокрейновская библиотека. Все, что здесь собрано, оно создано Кокрейновскими экспертами, но за исключением описания клинических испытаний. Испытания собирают по всему миру, и эта база данных представляет собой реперативную базу данных, то есть дана название, аннотация, ну и библиографическая информация иногда со ссылкой на первую источницу. Вот, а это, естественно, полный текстовый базы данных. Каким образом ВАЛИ относится к Кокрейновской библиотеке и вообще к контенту? Ну, ВАЛИ – это крупные международные издательства, которые публикуют журналы, книги, справочники, актуальные протоколы, и в том числе базы данных по химии и по медицине. Вот в Кокрейновской библиотеке такая база данных. Откуда пошло название «Кокрейновская библиотека»? Оно пошло от организации, от некоммерческой организации, которая была в 93-м году создана, называлась она «Кокрейновская сотрудничество Кокрейн коллаборейшн», сейчас просто «Кокрейн», и названа в честь Арчибальда Кокрейна. Это доктор, который в первой половине 20-го века работал, и который считается основателем доказательной медицины, который считал, что любое медицинское решение должно приниматься на основании анализа какого-то одного испытания, исследования, а на основе анализа изрядного, большого числа клинических испытаний, проведенных на разных группах пациентов в разных частях цвета. На слайде вы также видите ссылочку на сайт Кокрейновской организации, можете зайти, поинтересоваться, посмотреть, публикую сейчас в чате. Вот. Наши издатели выводят Кокрейновская библиотека. То есть вот как мы все взаимосвязаны. У Али публикует Кокрейновскую библиотеку. То есть если условно посчитать это за журнал, ну вот У Али публикует контент. Еще раз повторяем. То есть в Кокрейновскую библиотеку входит, вот она база данных систематических обзоров, та, которая индексируется, у которой 12 небольшим факт-фактор на сегодняшний день, полнотехническая база данных, реферативная база данных клинических испытаний, полнотехническая база данных клинических ответов. И кроме того, что очень удобно, в Кокрейновской библиотеке есть выход на систематические обзоры, написанные не Кокрейновскими экспертами. То есть это вот другие базы данных, Epistamonikos, Health Systems Evidence и Social Systems Evidence. Если вы не нашли что-то в Кокрейновской библиотеке по своему интересующему вас вопросу, возможно, это найдется в других базах данных, доказательные инвестиции. То есть это очень удобно. Запуская один пост, вы практически сразу получаете доступ ко всему контенту, касающемуся доказательств. Теперь чуть подробнее о базе данных Кокрейновских систематических обзоров. Почему они считаются, по праву считаются, желатым стандартом. Дело в том, что Кокрейн разработал схему, по которой писать эти научные статьи, там четкая структура, четкие требования. При этом каждый обзор посвящен одному конкретному вопросу. Например, могут ли антибиотики облегчить симптомы ангелии? И ответу на этот вопрос и посвящена вся статья. То есть указывается, какими методами изучался этот вопрос, какие систематические, какие клинические испытания вошли в зону интересов, были проанализированы, какие выводы сделаны. То есть это вот такая вот обширная научная статья. Клинические исследования, они собраны в реперативную базу данных, которая называется Центральный регистратор контролируемых клинических исследований. Это самая большая в мире реперативная база данных рандомизированных контролируемых исследований. То есть в рамках Кокровинской библиотеки доступны только библиографическая информация и заголовок и аннотация. Иногда ссылка на первоисточник. Полный текст, он недоступен. Это был бы слишком огромный такой массив данных. Что сделало бы базу данных не поворотливой. То есть опубликованы клинические испытания где-то на другом сервере, но на них есть выход из Кокровинской библиотеки. Кокровинские клинические ответы они чем удобны? Это очень краткая и предельно четкая рекомендация по поводу того или иного препарата. То есть даже вот любой врач на приеме к пациентам может открыть, взять руки в телефон и быстренько посмотреть. И если есть по нужной тематике клинический ответ, то буквально вот сразу же сориентироваться на насколько эффективно и оправданно использование того или иного препарата. То есть он задумался в какой-то момент. И вот опять-таки выход на систематические базы данных, написанные не так ревенскими экспертами, вот из катки «Ага и ВИИ», или там «МО», как она называется. Это тоже довольно-таки полезные ресурсы. И по сравнению, если она вообще считается одной из самых больших баз данных медицинских систематических обдоров. Иными словами, обращаясь в Кокровинскую библиотеку, вы наверняка сможете найти по вашей схематике все, что вам нужно. Доступ к Кокровинской библиотеке осуществляется вот по вот этой ссылке. И я хочу обратить внимание, что доступ к платформе в принципе свободный. То есть пройдя по этой ссылке, вы сможете получить, вы увидите весь интерфейс, вы увидите страничку, сможете осуществить поиск. Вам будут доступны аннотации и резюме на простом языке. Всем будут доступны аннотации, видимо, на простом языке. Один только вот нюанс. Доступ к полным текстам осуществляется по подписке. И поскольку вы пришли на сегодняшний вебинар, в вашей организации подписка есть. Вот. Соответственно, как настроить удаленный доступ? Здесь в коротеньком видео все это написано, вы можете посмотреть. То есть помимо доступа из стен своей организации, то есть из IP-сети организации, то есть компьютера вашего медицинского центра или университета, доступ к полным текстам можно сделать, настроить и из дома. Ну и вот теперь так вот выглядит страничка в Акраинской библиотеке. Я предлагаю перейти на сайт и ознакомиться, посмотреть и осуществить поиск по какой-нибудь тематике. Ну вот смотрите. Достаточно простой адрес cocrane-library.com и если вы запускаете поисковик cocrane-library, да, то первая же строка вас приводит также на домашнюю страничку в Акраинской библиотеке. Что мы здесь видим? Кнопочка, которая нас всегда возвращает на домашнюю страничку. Здесь вот смотрите, вот на этой панели языки. Можно выбрать русский язык, но я не рекомендую. Дело в том, что база данных, она, естественно, международная, поэтому все опубликовано на английском языке. Соответственно, здесь, вот если вы не хотите сужать себя рамками русского языка, начинайте поиск на английском языке. Задавайте поиск вот в эту вот поисковую строку по-английски. Потом, при необходимости, вы переключитесь на русский уличный контент. Тем более, что по-русски здесь далеко не все. То есть изначально любой адрес публикуется всегда только по-английски. А потом отдельные части, в каких-то случаях аннотации, в каких-то случаях резюме на простом языке переводится на разные языки. И если говорить о русском языке, то переводится только plain language summary, то есть резюме на простом языке. И то не во всех обзорах на сегодняшний день есть эти переводы. Вот. Я потом продемонстрирую, как, от своего тулеете вот эту разницу. Вот. То есть языки не долго. Вот здесь вот, смотрите, кнопочка sign in. Ну, вот видите, как. То есть изначальный, изначальный вид. Я уже сегодня заходила в Котельскую библиотеку, поэтому меня запомнила. Вот так вот выглядит изначально. Камечка. И, соответственно, нажимая на нее, вы можете либо вот зайти уже в свой личный кабинет с теми логином, имейл-адресом и паролем, которые вы при регистрации указали, либо зарегистрироваться. Если вы еще не зарегистрировались, обращаю внимание, что регистрация проходит через платформу Wiley Online Library. Вот. То есть пускай вас не пугает, что вас выбросило на другую страничку куда-то. Валя публикует журналы, Валя публикует как-то в свою библиотеку. Поэтому регистрация вот отсюда. То есть регистрируйтесь вот здесь. Вот. Я уже зарегистрирована, поэтому выбираю New User. Вводите имейл, повторяете его. Ваш имейл. Придумываете пароль, повторяете его. Записываете имя, фамилию, властные, страна, Казахстан, area of internet, зону, область, которая вас интересует. Хотите ли получать уведомление от Wiley, не обязательно выбирать. С политикой согласиться обязательно. То, что, то есть галочку здесь поставить надо. Вот. То, что вы не робот. Согласиться обязательно. И после этого нажимаете кнопочку регистра. Все. Вы зарегистрировались. И вот теми имейлом и паролем, с которыми вы зарегистрировались, вы вот здесь вот можете зайти, нажав кнопочку в свой личный кабинет. И с этого момента вот зашли в личный кабинет, пришли в свою организацию, зашли на платформу Coffee Library. Вот эта вот связка вашей данной, данные вашей организации, в моем случае это организация Вали, они активируются. И в течение двух месяцев удаленный доступ у вас работает. Вот, значит, с этим разобрались. Смотрим дальше. Это вот поисковая строка, к ней чуть позже вернемся. Дальше кнопочка Browse, это просмотр, это вот, если я кликну, оно перебросит у нас вниз страницы, вот сюда, но можно и своим ходом до нее дойти, то есть, просто подсказируем. Advanced Search, это продвинутый, умный поиск, тоже чуть позже к ней вернемся. Смотрим, что здесь еще видим. Заставка меняется, каждый месяц, новый выпуск, как бы вот обновляется заставка. Здесь вот наиболее какие-то интересные, свежие, по мнению редакции, обзоры выносятся вот наверх, да. Дальше, три вкладки. Highlighted reviews, это наиболее свежие обзоры, что я подразумеваю, когда говорю свежие. Это может быть полностью новый, недавно опубликованный обзор, это может быть обзор, в котором недавно были внесены какие-то изменения, то есть то, о чем я говорила. Были проведены дополнительные исследования, появилась новая информация, добавили, либо даже поменялись выводы. Вкладка видео 14 сентября, 8 сентября были обновления соответствующих обзоров. Вкладка Editorials выводит у нас какие-то статьи, которые не являются систематическими обзорами. Это статьи, написанные каким-то из редакционной коллегии. Ну, просто по каким-то темам, там, интересные статьи можно просто почитать. Special Collections это коллекции, подборки по каким-то актуальным тематикам, подборки систематических отборов. Вот вы видите, коронавирус уже до сих пор культирует, остается в топе, по своей актуальности не отпускают эту тему никак. Скралируем вниз. Вот как раз тот самый брауз, то есть просмотр. Просмотр по темам Browse by Topic, Browse by Topic, просмотр по группе кокровенческих экспертов. Если вы никогда не работали с кокровенческой библиотекой, можете начать как раз с этого. По темам этого действия в алфавитном порядке перечислены основные медицинские, я бы сказала, клинические такие направления. Аллергия, переносимость, заболевания крови, благорода, пенсия, child death, онкология, детское здоровье и так далее. Все это точно просто. Среднебезис, то есть заболевания почек. Просмотр по группе кокровенческих экспертов, где-то будут пересечения где-то иначе. Вот Наталья там и там и там есть. А вот, например, то есть я бы сказала, что просмотр по кокровенческим в группе экспертов это более такой практический подход. Back and neck. То есть спина и шея. Сцен приходит к врачу, говорит, болит спина и уже врач там определяет, куда отправить. К ревматологу, к нейбрологу или куда-то еще. Или к пилитерапевту. То есть можно начать свое знакомство, найти вот кто-то интересное, воспользовавшись этими укладками. А можно осуществить поиск и вот здесь строку, поисковую строку ввести заболевание. То есть можно сформировать и довольно-таки такой сложный запрос, а можно начать с простого. Вот, например, астма. Напоминаю, что начинать поиск все-таки лучше с англоязычного термина, чтобы не сужать спектр поиска. Вот видите, найдено 300 обзоров, 18 протоколов. Протоколы это будущие обзоры, это опубликованные статьи, в которых продолжает добавляться какая-то информация, то есть могут быть выводы еще не сформированы. но тем не менее тоже нужно выглянуть. Вот эти 318 статей написаны на основании анализа 33,5 и больше тысяч клинических исследований. Вот в чем, собственно говоря, сила доказательной медицины. Понимаете, что здесь проверены и перепроверены, что называется. Вот, четыре статьи редакционных по теме астмы. В специальных коллекциях ничего такого нету. В клинических ответах вот 82 клинических ответа. И вкладочка «мо» переводит нас на соответствующие систематические обзоры в других базах данных. Это последние 3 месяца обновления в двух обзорах за 6 месяцев и так далее. Можно какой-то конкретный период времени задать, нажать кнопочку «apply» и здесь остаются обзоры обновленные в заданный период времени. По статусу смотрите «new search» это значит добавлены будут какие-то сведения в соответствии с новыми исследованиями. И даже «conclusion» changed. 75 обзоров были изменены и обновлены и в 21 обзор были настолько серьезные изменения внесены, что даже выводы были изменены. Available translation то есть доступные переводы это как я уже говорила часть как правило часть обзора либо аннотация либо plain language summary либо другой переводится если говорить о русском то вот видите что из 300 систематических обзоров найденных по теме астма только в 88 есть переведенные на русский язык резюме на простом языке. Вот тип обзора ну вот здесь я бы сказала что то что является основным в данном обзоре то есть это либо вмешательство intervention вот либо в целом обзор по какому-то препарату например да вот прототип это вот то что относится к протоколу незаконченный обзор и темы смотрите в зависимости от того какой фокус в данном обзоре то есть это могут быть легкие воздушные плечи либо детское здоровье то есть в каком контексте вот наш поисковый запрос найден в том или ином обзоре вот вот эти темы здесь можно выбрать поинтересующей тематике сам список найденных обзоров он отсортирован по релевантности то есть чем больше совпадений тем выше в списке находится обзор и вот если так вот если посмотреть видите отмечены вот в этом обзоре ничего не менялся например то есть он был в 16 году опубликован и ничего не менялся а вот в этом были добавлены какие-то данные и даже были изменены выводы касается использования вот этого препарата малезумаба для лечения узоров для детей астмы то есть любопытно поменять посмотреть каким образом сейчас то есть это дата первой публикации обзора и вот посмотреть как сейчас какое мнение относительно этого препарата современной медицины чтобы посмотреть превью вот можно просто кликнуть вот сюда и начало превью будет доступно но для того чтобы ознакомиться с превью чтобы ознакомиться с аннотацией нужно все-таки нажать на заголовок очень удобно что в соседнем окне открывается этот обзор потому что весь этот список у нас остается в доступе вот можно поставить галочку чтобы мы открыли вот этот автоматический обзор и вот здесь смотрите можно скачать pdf файл как стандартный так и полный то есть стандартный он будет укороченный без каких-то аналитических данных и дополнительных материалов вот полный он включает в себя абсолютно все аннотация аннотация здесь русский язык можно не искать вот а вот в половинной часам русский язык мог бы быть ну конкретно в этом обзоре как мы видим русского языка тоже нет и что в таком случае я бы рекомендовала делать вот видите полный текст статьи он включает в себя и вот основные вот эти разделы вот в том числе выводы автора да и могут быть достаточно сложные таблицы вот описание что послужило причиной этого обзора какого рода вмешательства было вот какие были цели методы вот все четко-четко по полочкам разложено прям очень удобно и для того чтобы ускорить вот изучение прочтение вот этого документа достаточно обширного как вы видите можно воспользоваться таким вот методом то есть в новой страничке я открою PDF файл а вот эту страничку страничку браузера особенно если у вас Google Chrome можно перевести на русский и вот здесь смотрите тонкий момент то есть то что касается каких-то обычных фраз языковых перевод будет достаточно хорошим адекватным я бы сказала но когда дело доходит до терминов то возможно какие-то вот странно звучащие скажем так термины поэтому в обязательном порядке скачиваем PDF на английском языке вот открывается предварительный просмотр вот эта маленькая кнопочка в углу экрана скачиваем себе на машину вот и открываем именно как PDF файл и соответственно вот в таком сравнении ну сейчас я не буду здесь слишком старательно равнять открывать и то и другое вот смысл понятен то есть в параллельном просмотре вот видите abstract аннотации это именно как абстракт немножко странно background фон ну это значит что было в начале перед началом исследования что послужило причиной описания но тем не менее все равно таким вот образом просматривая параллельно русский англоязычный текст можно ускорить изучение вот этой статьи то есть можно ускорить если вас интересует исключительно русскоязычный так так контент то можно вот в этом фильтрах выбрать только русский и тогда у вас в списке останутся только резюме которые вот только систематические обзоры в которых plan language summary на простом языке есть по-русски вот я из этого списка кликнула вот plan language summary русский и вот это уже не автоматический перевод это уже перевод который сделан экспертами он проверен выверен то есть здесь можно читать уже без оглядки на оригинал но тем не менее остальной текст он стоит по-английски поэтому возможно что вот этот метод переводом автоматическим тоже вам может пригодиться и теперь в заключении мне хотелось бы сказать о расширенном поиске advanced search вот я кнопочку advanced search нажала здесь обратите внимание четыре вкладки первая вкладка search она позволяет добавлять убавлять какие-то поля то есть и настраивать вот эти вот логические операторы поиска ну вот здесь я самоверевала готовый запрос то есть та же самая астма я выбрала чтобы она была только в аннотации вот потом внесла уточнение чат ребенок добавили immunity иммунитет вот и adopt то есть вот астма и ребенок и immunity иммунитет да с логическим оператором поиска and то есть чтобы было и то и то и то и при этом вот хочу посмотреть были ли какие-то исследования связаны только с детьми то есть где без взрослых нацелены исключительно на детей поэтому adult я внесла с логическим оператором поиска то есть если захочется что-то еще добавить вот можно нажать и добавить что-то еще ну мы сейчас не будем этого делать вот clear all соответственно очистит все вот это мы можем запустить поиск кроме того вот здесь смотрите кнопочка search limits то есть поисковые ограничения позволят нам выбрать какого рода контент я хотела бы просмотреть то есть либо только обзоры либо только протоколы либо только вот клинические испытания ну то есть вот либо клинические ответы ну вот посмотрим есть ли это клинические ответы или нет ну предположим за все даты apply limit то есть применить ограничения и запускаем run search нет все по нулям то есть в клинических ответах ничего подобного вот исследования про детей ничего такого нет поэтому открываем search limit клея чистим и запускаем сейчас еще раз run search запустить пол вот в данном случае как видите 36 систематических обзоров найдены то есть 36 обзоров рассматривалось только пациенты детского возраста то есть достаточно много достаточно много можно что найти посмотреть вот при этом у нас видите стоит ограничение на обзоры в которых есть переведенный на русский язык переведенный на простом языке если мы снилим это ограничение то у нас точно так же по самим английским то у нас должно появиться в этом поиске большее количество обзоров ну то есть вы смысл поняли смысл вы поняли играя вот этими настройками хотя вот нет хотя осталось те же самые 3 части возможно все 3 части переведены ну смысл поняли играя вот этими настройками можно сформировать достаточно такой точный поисковый запрос при этом если вам понравился вот нажав кнопку центр search manager вы отправляете его во вторую вкладку search manager и здесь уже вот у меня какие-то разные вот эти вот подборки поисковых запросов можно их комбинировать можно их запускать по отдельности или вместе можно их сохранять то есть это еще более такой удобный вариант для того чтобы если вы сформируете удобный для вас поисковый запрос можно потом в дальнейшем пользоваться третья вкладка посвящена поиску по medical subject Mesh то есть здесь в этом поле вы вводите термин который вы искали причем можно будет выбрать астма бронхиальная например вот здесь селектируете такой квалификатор вот давайте анализ например выберем да и запускаете нажав на look up вот открывается тезаурос то есть те синонимы которые соответствуют астма бронхиальная или бронхикая астма или астмос вот то есть все вот эти слова во всех этих комбинациях они подключаются к поиску если вы используете их именно как Mesh термины и вот соответственно в результатах видно сколько раз были найдены совпадения систематических обзоров и клинических воспитаний это вот подборочки деревьев так называемых да в которых то же самое задействованные поиски термины тоже участвуют перечисляются и заключительная вкладка это PICA это поиск это ну даже написано PICA СЕЧ на самом деле пожалуй я бы объяснила таким вот образом практически все систематические обзоры на сегодняшний день снабжены вот этим вот вот этой информацией которая включает себя population или patient то есть на какой популяции на каких пациентах проводилось исследование intervention какого рода вмешательство было метод какое-то лечение терапии или препарат compassion то есть с чем сравнивали в данном случае обычная какая-то уход или какое-то вмешательство шапки и outcome то есть какие исходы то есть что в итоге на что повлияло вот это вот вмешательство и вот практически все ну не все наверное еще но большинство систематических обзоров котленных они сейчас снабжены вот этим вот этой информацией что для исследователей конечно же может оказаться очень полезной такой информацией и вот соответственно можно начать запустить поезд по какому-то термину да и будут найдены только те обзоры в которых есть вот эта информация касающаяся пикам ну вот в основном все то есть на платформе хочу еще показать что прошу прощения если хотите найти какую-то справочную информацию как обычно идем в help cochrane library training и вот это такой учебный центр где вы можете зарегистрироваться на вебинары в том числе англоязычные сюда вот нажать и можете найти информацию вот на этой страничке по-английски а если на русском языке то вот переходите translated resources и выбираете resources in Russian здесь будет и руководство пользователя и ссылка на наши автоязычные какие-то мероприятия вот сейчас в чате тоже публикую эти ссылки в том числе вот короткие видео о том как работать с экрановской библиотекой то есть там буквально одно двухминутное видео в которых все вот на все эти вопросы даются ответ в принципе на этом у меня все что я хотела сказать если у вас возникают какие-то вопросы с доступом какие-то технические проблемы то чтобы их решить вы можете связаться с представителем издательства ВАЛИ в Казахстане с Айманом Ашимхановой ее контактные данные я сейчас опубликовала вот и переходим к вопросам ну вот собственно говоря по поводу вопрос был по поводу вебинаров то есть если зашли с одного аккаунта вот на основной аккаунт с которого вы зашли будет приятен автоматически сертификат вот а остальные пожалуйста пришлите свои данные и я в основном режиме следующий тогда ну вот в последующих слайдах которые вам доступны то о чем я рассказывала здесь просто отмечено просмотр по темам группы сотрудничных экспертов поиск результаты сразу во всех вот этих вот видах ресурсов возможно поиск на русском языке но вы поняли что количество будет меньше на один резюме на простом языке вот возможности фильтрации какие категории по каким категориям можно отмитровать контент вот возможности расширения поиска здесь можно добавлять выполненные поля и точнее в какой части статьи контента искать вот диспетчер поиска позволяет коллекционировать вот эти поисковые запросы как-то сомблинировать вот несколько слов про мэш что такое мэш вот и как использовать для пути поиска по наш и поиск по пику вот и где найти справочную информацию вебинары тренинги ну эти ссылки я вам уже опубликовала и коротенькие видео вопрос что дает этот сертификат вы знаете сам по себе сертификат иногда бывает нужен для подтверждения что вы проходили какое-то обучение по каким-то научным ресурсам то есть бывают некоторые случаи когда у вас спрашивают проходили вы или нет ну то есть сейчас вы прошли вот это обучение об этом будет сертификат то что вы поучаствовали в этом вебинаре вы прошли обучение по работе международные научные ресурсы так все ну что ж на этом тогда мы заканчиваем нашу встречу я еще раз благодарю вас за внимание за то что вы нашли время присоединиться и желаю вам хорошего вечера до свидания всего доброго до свидания